Россия вкладывает просто колоссальные деньги не только там в оружие и войну, но еще и в информационную политику. И это воздействует на западный мир, это различные институты, журналисты и тому подобное. То есть, по сути, мы очень часто им проигрываем не столько на поле боя, потому что, сори, но мы часть своих территорий вернули, сколько все-таки вот в интерпретации. То есть, у нас какая история? Они будут наступать, но вы ведь правы, вы сразу говорите, так, а что, вы уже взяли Авдеевку? Вы не можете сказать, что мы захватили марку, поэтому следующий Киев, это так не работает, да, это совершенно... Различного масштаба операций. Плюс, когда вы вспоминаете, действительно, США сейчас заявила, что Россия планирует приобрести иранские баллистические ракеты, мы об этом слышали очень давно, и уже получили баллистику из Северной Кореи. Министр обороны Британии говорит, так, подождите, это же указывает на то, что Путин вынужден с протянутой рукой ходить по миру, да, поскольку весь мир от него отвернулся. Это не говорит, что он выпустил по нам последнюю ракету, это не говорит о дефиците, мы не можем впадать вот в такую эйфорию. Ну, просто он нашел себе того, кто будет ему, собственно, помогать. В то же время это ведь тоже указывает на слабость. Почему мы все время говорим о том, что они куда-то соберутся, куда-то пойдут, поэтому это должно быть принуждением к переговорам. Так Россия тоже не способна двигаться дальше. Что-то оккупировать, что-то удерживать. Двигаться по метру вполне возможно, да, но без мобилизации, которая пока нет, ну, нет у нее возможности идти дальше. Да, мне любой скажет, что ты же не военный там эксперт, зачем ты так утверждаешь? Ну, это видно на поле боя. Не двигаются они так марш-броском, как они собирались. Но, разумеется, вот мы много раз говорили, возвращаясь к информационному преимуществу, которое Москва время от времени, а это не так, как с Израилем. Извините, в Израиле гораздо хуже ситуация, чем с Киевом и Украиной. Будем честны, да? То есть демонстрации, давай там Киев сдавайте, их вы не увидите по миру. А здесь он налево-направо, так сказать, ходят палестинские демонстрации, которые там краской поливают и так далее. То есть я бы сказал, тут еще не так, все плохо. Вот, но картина, которая возникает относительно ситуации на фронте из прессы, американские, европейские и так далее, она отличается от картин, которые реально там на фронте имеют место, да? То есть это разных две картины. А в прессе пишут, ну как она победит, ну вы что, Россия сейчас там, вот новые там вооружения, вот и ракеты тебе баллистические из Тегерана и Пхеньяна и так далее. Ну куда, чего, да и вообще, вот, вы смотрите, как мобилизация плохо идет в Украине, да, вон бегаете, воевать не хотят. Понимаете, кто-то там даже вплавь уходит, да, ну есть такие, ну да, ну конечно есть, есть плывут, не хотят, не хотят воевать. Так я считаю, что те, кто вот совсем сильно не хотят, так отпустите их, и бог с ними. Ну не хотят, так-то только в одну сторону, все езжают, и все, ну логично было. Ну ты не хочешь роли, ну да, тебе родина не нужна, ну так и езжай в это, куда хочешь, пожалуйста. Ну что делать? Ну не хочешь человек родину защищать, понимаете? Все, хочешь, чтобы сюда кто-то за него погибал, кто-то в окопе, значит, умирал, а он, значит, вплавь пойдет. Ну пожалуйста, но повторяю, эта картина не соответствует происходящему на самом фронте, понимаете? Она контрастирует. И это как раз зазор, в котором Россия пытается действовать, потому что она больше опирается действовать на картинку. Вот. Чтобы препятствовать этому, конечно, в генеральном смысле, нужны победы на фронте. Тогда очень тяжело будет против реальности, возникающей и на поле боя, пытаться, значит, говорить обратное. Да? Слишком это большой контраст себе позволит, Москва не может. Это сейчас невозможно. Есть некое военное равновесие. Куда чаша весновка качнется, она не так быстро, кстати, качнется. Это не то, что вот сейчас Москва кинет еще 100 тысяч, и сразу же перемена произойдет в этой ситуации. Или там недодадут оружие, и все, и в Москве преимущество. Это не так работает. Вот. Но тем не менее, информационно здесь, конечно, отыгры, что он необходим, потому что если речь идет о том, что Москве поставляют баллистические ракеты Пхеньян и Иран, я тогда не очень понимаю. Вот я, может, до конца что-то не вкуриваю, а Украине поставляют такие же ракеты и увеличивают ли их, эти баллистические средства, количественно, отвечая на то, что получает Москва. Это раз. Второе. Вот уже мы поняли, что позиция Запада сдвинулась. Ну вот мы отдали ракеты, а куда там палят украинцы? Это их личное дело, да? Белгород, ну, значит, Белгород, и Аминь, как говорится. Ну, тогда нужно тоже, чтобы это четко и ясно прозвучало, что да, имейте в виду, если эти ракеты летают на Харьков, на Киев, на... Ребята, ракеты полетят к вам. В Белгород, в Курск, в Брянск и так далее. Ну, вот такая игра здесь. То есть вы можете хоть из Пхеняна, хоть и с Марса привезти ракеты. Но вот обратная ситуация будет вот такая. Не то, что там будут палить только по Крыму, Донбассу, да. Не-не-не-не, не, не, это не так работает, это работает вот туда. Вот тут уже могут возникнуть тогда, ну, чисто информационно, такая реакция. Погодите, как? А зачем тогда нам нужны эти... Ну, как бы есть кому сказать о том же, зачем нам нужны северокорейские и тегеранские ракеты, если это все полетит ровно к нам обратно? То есть толку-то? Ну, хорошо, вы там пустите, и те украинцы собьют, не собьют, это второй вопрос. Но остальное-то прилетит сюда. Это же не так, но мы-то так делать не будем. Будем делать так. Тогда это может остановить вообще всю эту ситуацию. По части эскалации, по мирным городам швырять ракеты, понимаете? А если, понимаете, соблазняет-то ведь беззащитность. Это как с изнасилованием, понимаете? Здесь же это не сопротивляется, так кто-то думает, что не надо сопротивляться. Ну, я так вот, я как криминалистику проходил, как меня учили в институте, так я в университете учился, на юрфаке. Так и тут несколько видов поведения. Соблазняет как раз беззащитность, беспомощность, соблазняет. Понимаете? Она соблазняет. Поэтому, а если тебе обратно вот так прилетело, и ой-яй-яй, ай-яй-яй. Все это вот показывают в Белгороде, в телеграм-каналах, везде расскажут страшные истории, что закрыты торговые центры, народ понурый, никто не выходит и так далее. Ну, так будет еще хуже-то. Ну, как бы логика здесь линейная, она не какая-то кривая, косая, да? Но это опять же зона ответственности Запада. Запад должен поставить эти ракеты-то. Ну, а кто? Вася Пряник, что ли? Кто это поставил? Вот если эти ракеты будут поставляться, и будут сниматься любые ограничения, ну, тогда вообще логика теряется. Это тогда количество на количество, понимаете? Эффект на эффект. У меня тоже был вопрос в том, а какое паритетное решение тогда должно быть принято на Западе, если у России есть ракеты, то недостаточно просто. Ну, вот 10-го числа будет собираться ваша любимая организация ООН для того, чтобы обсудить эти ракеты. Ну, хорошо, ну, поговорят. Ну, там, не знаю, получат еще одну сувенирную ручку, пойдут на обед, и на этом все закончится. Нет, действительно, реакции нет. И, кстати, я слежу за тем, что пока нет прям большого развития. Но ведь Северная Корея, там же тоже Ким Чен Ына всегда воспринимают как такого очень корыстного дурачка. Ну, пострелял он ракетами и, значит, успокоился. Ну, не знаю, о чем мы один раз не проснулись. И не дай бог, конечно, я этого меньше всего жила Южная Корея, но с ними не произошло то, что произошло с Израилем. Обстреляли, напали и дальше. Только потому, что всегда думали, что, ну, вот как-то обойдется и пронесет. Тем не менее, многие эксперты отмечают, что вполне возможно, 24-й год он и станет годом еще более под знаком того, как будут намекать, предлагать, как угодно эти переговоры. Только я все-таки нашим зрителям напомню, что всегда в переговорах все-таки принимают участие две стороны. Если мы говорим об Украине, то пока мы не видим, к счастью для нас, никаких предпосылок к этим переговорам. Если мы говорим за спиной у Украины, то Белый дом тоже как бы не горит желанием общаться с Путиным. Тем не менее, состоялся телефонный разговор между президентом Зеленским и Эрдоганом. Это, кстати, Марк тоже идеальная информация, как описывает Украинский фронт. И что на самом деле происходит. Потому что пресс-релиз Зеленского и Эрдогана отличаются. Зеленский как будто бы говорил о формуле мира, приглашал турецкую сторону в Давос и так далее. А Эрдоган говорил о том, что он, как всегда, готов стать посредником между Россией и Украиной. Призывал категорически буквально в этот раз обязательно нужно добиться установления режима прекращения огня. Ну и, конечно, как всегда, поднять тему зерновой сделки, которую я напомню из России. И Турция сейчас, в том числе, очень сильно подвинутая в этом вопросе. Эрдоган долго молчал. Его давно не было. Это, кстати, его тема с переговорами, с сниженничеством. Но он сейчас возник. Почему сейчас? Смотрите, во-первых, пауза была не только у Эрдогана. У Пекина тоже. Помните, у них... Да, Лихуей, Лихуей, да. Вот он спецпредставитель по, так они называют, конфликту в Украине, да. И где она, эта роль? Все претенденты на миротворца, на какую-то эксклюзивную роль посредника, как-то все обмятли. Эрдоган, у меня такое ощущение, по инерции прогоняет эту телегу. Ну вот сейчас обмен военнопленными состоялся. Слава богу, там вернулись военнопленные. Ну и, как сказать, россияне вернулись. Но это посредничество оказывало Саудовская Аравия. Понимаете, Москва сама себе выбирает предпочтительного миротворца и посредника. И в этом смысле, конечно, заинтересованную в Саудовской Аравии гораздо много, существенно больше. Почему? Ну, потому что сейчас происходит некоторое относительное сближение. Путин съездил в Эмираты, вы знаете, визит был и в Саудовскую Аравию. И это на фоне Ближневосточного конфликта, Ближневосточной войны. Где Путин однозначно занял сторону Хамаса, сторону исламского мира и, так сказать, антиизраильскую позицию, что очевидно совершенно. Он говорит, что у него кулаки сжимаются, еще что-то сжимает. Ну, в конце концов. Ну, занял-занял, да? Но Путин играет сейчас именно вот с аудитами. И, честно говоря, ему Эрдоган в этом смысле не особенно интересен. Эрдоган всегда шел от Украины, как мне кажется. Не от Москвы. Москва только так с ним поигрывала. Ну, давай вот это, давай то. Эрдоган все время предлагал именно в силу того, что он типа пытается сделать хорошо Украине. Прежде всего ей. И я напомню, в прошлом году, когда, точнее, в Паза прошлом уже, он уже в 23-й ушел, в 22-м году, когда были эти переговоры в Турции, известные делегации Украины и Москвы, они же не случайно в Турции случились, не случайно они происходили именно в Стамбуле. Это тоже роль Эрдогана была. После этого, в принципе, Эрдоган переориентировался после 7 октября, вот сейчас уже, на конфликт на Ближнем Востоке. Он там занимает активную роль. Он принимает палестинцев, он выступает с политическими заявлениями, антиизраильскими заявлениями. Он как бы переключился туда, потому что там быстрее, как ему кажется, можно получить результат. Тем более, там действительно ситуация мало скалируется в связи с этими хуситами, непонятные ситуации с Хазбаллой и стоящей за ней Ираном. То есть, продолжается эта спецоперация, операция израильских войск, Сахала в секторе газа. А Украина, она как бы немножко отошла. Мы вот это на второй план. Мы же об этом говорили, что, безусловно, выгодоприобретателем конфликта на Ближнем Востоке является тот, кто, в принципе, хочет отвести от себя больше внимания за совершённую агрессию. Причём это Москва, понимаете? И мы должны признать, что это отчасти Москве удалось. Отчасти. Не полностью, но отчасти. Почему отчасти? Потому что неизвестно, чем кончится. Если Хамас таки проиграет, и сектор газа будет полностью от Хамаса очищен, то это проигрыш, безусловно. Потому что этой победой и Запад, и Израиль, и другие воспользуются. Несомненно. Пока очаг тлеет, им ещё выгодно. Ну, там и заложники есть, там масса проблем. Там и, давайте будем говорить прямо, Натаньяху может, в общем, не слишком активно проводить операцию. Потому что, как только он её закончится, сразу он не то что в отставку пойдёт, он может и под суд попасть. Так, на секундочку. Поэтому там свои мотивы, там сложная игра, посмотрим, как это будет спариваться. Но роль Эрдогана в качестве главного миротворца, каким он был в течение 22-го, например, года, отчасти 23-го, но 23-й год после первой годовщины за Китаем. Лето было за Китаем. Ну, и 5-го августа, 5-го, что августа, помните, в Джиде было, в Саудовской Аравии, совещание, тоже по мирному плану, никакого коммунике итогового не было, вот, по завершении итогового, но вот как-то глобальный юг, глобальный юг и так далее. И эксклюзивность Эрдогана, она несколько, так сказать, поддалась коррозии некоторой. Сейчас ему вернуться в прежнее качество, сверхэксклюзивно, очень сложно. Путин играет в Саудовской Аравии, тогда он играл только с Эрдоганом, напомню, в 22-м. Он играет в Саудовской Аравии, Абудаби, он играет с Пекином отчасти, ну, Пекином там по-другому. Игра построена на том, чтобы Северная Корея поставляла оружие, и если, так сказать, подчаяния удастся, может и хорошо бы разжечь конфликт между Южной и Северной Кореей, ну и так далее. Эрдоган сейчас не фронтмен этого процесса, и поэтому их разговоры между Зеленским и Эрдоганом, это уже не ту остроту и не ту актуальность имеет, как в 22-м, ну и частично начале 23-го года. Тем более, что с зерновой сделкой вот вышло, как вышло. Я напомню, сейчас в Турции гигантская инфляция, вот говорят 60%, вот мне сегодня сказали, что, о чем ты говоришь, гораздо больше. Ну, я не экономист такой, чтобы оценку давать турецкой экономике, но там большие сложности, там резко поднята зарплата госслужащим, там и так далее. Это может разгонять инфляцию. То есть у Эрдогана мотив, приоритет и мотив, в общем, Турция и решение ее вопросов куда выше, нежели попытка помогать Украине справиться с агрессией. Так что я бы сказал, что Турция сейчас эту роль во многом утратила, первенство в посредничестве, я бы так сказал.